Субтитры сделал DimaTorzok Мавик Мини 2 Город Куричиво, столица штата Парана Пожалуй, один из наиболее благоприятных для жизни крупных городов в Бразилии В городе очень много мигрантов из Европы и даже Японии Здесь находятся самые крупные в Южной Америке украинская и польская диаспоры В 1971 году пост мэра города занял 31-летний Джаймилер Нер Экс-президент Института исследований и планирования городской среды За три срока во главе города он воплотил свои идеи в жизнь В городе много парков и удобная инфраструктура Куричиво получало звание самого экологичного города планеты Кстати, именно в Куричиво еще в 1974 году впервые в мире была запущена система экспресс-автобусов с выделенными полосами Сейчас в городе около 220 километров велосипедных дорожек и более 30 парков Направляйтесь на юг-запад И вот я приехал, что-то вроде дом велосипедистов в Куричиви На самом деле очень много здесь велосипедистов Сейчас просто мне это ничего не надо, просто зайду поздороваюсь Что-то есть В Дубай? В Дубай, что это? Томай, товарищи Собственно, человек, который вот все это здесь организовал, открыл Фернандо и его друзья с 2007 года совершают культурную велосипедную революцию Стараясь сделать город более подходящим для велосипеда И в Куричиби действительно много велосипедистов В магазине я встретил Андрея и он решил мне показать один из парков неподалеку В парке птички там павлины И вот смотрите, какие здесь деревья Конечно, их много здесь для маленького места В клетке живут Эти живут без клеток А вот здесь попугайчики Киричат вовсю не нравится, наверное, что мало места им Тоже красавцы, вообще красавцы Красненькие А вот здесь такие вот птички Даже не знаю, что за птички Ну, блин, и мало места здесь Вот здесь Серима Еще одни шумные ребята Зеленые уже, полгая Вот вроде похожие А разные Это диадема, а там какая-то чучава А тоже два Но почему-то не дружат Куча видов всяких попугая Ууу, тоже есть Такой красивый Вообще тьма И это все разные породы Они как-то одинаковые Но написаны разные Здесь такие туканчики связаны А пока мы смотрели птиц, кто-то стащил задний фонарик с велосипеда Андре. Вот есть и мечеть. Такая интересная по дизайну. Парк Бараги. И я пришел, чтобы показать каких ребят. Я знал, что они здесь водятся. Вот эти ребята. Смотрите, какие классные, офигенные корни. Как они вот здесь вылезли. И они не только здесь вылезли, вот в воде эти корни. Им даже дождь не нужен. Они вот все, они здесь питаются. Офигенно. Вот такие тут сидят птички. Все еще пандемия. Насочный режим. Спокоен, как слом. Лапки прикольные. Ой-ой-ой. Хоть в бери да гладь тебя, да? Ну все, все, все. Я не буду подходить. Извиняюсь за нарушение вашего спокойствия пространта. Я уступил место людям с камерой, но судя по всему сейчас будет какой-то трэш. Что это творится такая? Больше похоже, что мы в Японии, чем... Он сейчас не закончится, я попробую сделать селфи с большой капибарой. Я не только сделал селфи, но и засветился на местном телеканале. Они так красивые. Фо-фо. Спасибо. Пока-пока. Пока. Вот есть дома возле дороги, а есть с нам дорогой. Вот это, конечно, прикол. Так, дома построятся. Ладно, мне себя на самом деле не дана, поэтому я поехал обратно. И голуб, голуб, голуб. И вот такой парк. Думаете, эти фонтаны самое интересное, что здесь? Конечно, это искусственно сделано, но как классно они это встроили. Отсюда плохо видно вот здесь, что искусственный недопад. Озеро для такой вот парк. Она прямо здесь, под ногами течет, течет. И уходит туда. Вот я внизу, и вот эта красота. Здесь такая офигенная скала. И посмотрите, там туннель. С другой стороны, можно пройти по этому деревянному мосту и посмотреть на эту воду, на этот искусственный водопад. Офигенно. Просто шикарно, как сделали. Как обыграли. Так вот интересно, они специально ли этого туннеля делали, или он был такой? И, как видно, осень уже здесь в самом разгаре. Мне вчера местный житель показывал фотографии. О, смотри, есть деревья. Они желтые. Я говорю, да, ну и что? Ну, говорят, что это необычно. У нас такое необычное каждую осень. Вот у них необычно. Хотя здесь, по идее, они тоже каждую осень такие же. Но не все, видимо. У меня есть новый трон. Mavic Mini 2. И он прилетел ко мне из Китая. Через знакомых, друзей. И вот, я могу уже сниматься. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты была такая ласковая. Сейчас ты шипишь и трешься. А вот здесь я остановился. И сейчас мы едем смотреть Куричибу. У Куричиби есть всякие мечети и католические и все прочее. И вот, естественно, есть православный храм. Вот украинская артистальная православная церковь. Плохо видно. Собор святого Дмитрия основан в 1933 году. И вот сегодня воскресенье. Тут много людей. Явно, наверное, с украинскими корнями. Вот парк Японский и, на самом деле, кое-какие архитектуры домов напоминают мне Саппоры, дома жилые. А вот здесь уже высотки и, смотрите, три полосы здесь, три полосы там и все в одну сторону, одностороннее движение. Но здесь, конечно, одна полоса для парковки. Сегодня солнышко немножко даже вылезло, можно чуть снять и, в принципе, вот я в майке, люди... Ну, здесь еще не так, а есть люди прям ходят уже в зимних куртках, но мы нет. Мы просто ходим в масках. И вот такая вот красота раскрылась за холодником. И немножко стрит-арта бразильского. Можно покататься в велодром рядом с ботаническим садом. Играет музыка. Мед刚басс! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, не богато выбирая вегетарианская кухня Но, поесть можно Все, как хочешь Вот я набрал Ну, я думаю, я возьму еще Вторая тарелочка И вот эти чипсы очень прикольные Я вчера купил чипсы в магазине, они оказались совсем ужасные Вот эти классные Музей знаменитого бразильского архитектора Оскара Немейра Стал одной из визитных карточек города И, к сожалению, у меня садится батарея Поэтому на сегодня все На эту камеру все Я не взял с собой аккумулятор Субтитры сделал DimaTorzok А почему я в джунглях? Потому что я умудрился потерять свой дрон на пять И вот я уже полчаса хожу Это не джунгли, это парк Я уже полчаса хожу здесь Выискиваю Я уже думал, что он все-таки Утонул Но я подключил Дрон к пульту Какая-то картинка с камеры есть Что он застрял в ветках И вот он где-то здесь пищит Прям над водой, скорее всего Но в ветках Еще не в воде Поэтому еще есть шанс его спасти И я пытаюсь его найти А смотрите, кто это у нас кричит Безпомощно Это дрон Вот вы, мой красавчик Так что шансы еще есть на его спасение Но есть проблемка Он над водой Вот над этими камнями Ну что, я сейчас раздеваюсь И Пытаюсь как-то его вытянуть Ага, вот он прям надо мной Ееееееееееееееееее Вот он, вот он родиненький Ох, блиин Ох, мать Я уже думал, все Второй день только его юзаю И думал, потерял Вот он Есть, надеюсь, он еще живой Мне еще повезло Ой, как повезло Вот здесь парки праздную день рождения А я сейчас хочу проверить Сможет ли полететь дрон опять Я пришел опять в этот парк Хотел попасть в этот туннель Где он, где он, где он, где он Вот, вот, в туннель Но оказалось, что он закрыт Я пришел опять сюда И думаю, солнце светит, такая красота Я вот сейчас отсюда залечу И сниму еще раз Другой ракурс, солнышко Все отлично И я испугался, что зацеплю вот эти кусты И давай влево как-то И, в общем, там влетел Но сейчас посмотрим Пока в любом случае Удачно, что не в воду Короче, отличные новости Дрон работает Я тут полетал еще чуть-чуть Вообще без проблем летает Я заснял Тут то ли свадьба, то ли день рождения И, короче, я сфоткал компанию Видео снял И говорю, надо вам фото И, в общем, скинул на ватсап И сейчас они меня еще угощают Голубым тортом Вот так вот Такой вышел прям хэппи-энд И дрон нашел Ну, не было бы горя Не было бы так счастлив Да, то есть, нашел дрон Мост, он закрыт Я еще раз спросил, что закрыт сейчас Поэтому Все В общем, постараюсь не летать Среди деревьев На дроне Дождаться хотя бы немножко Там будет классный каньон И дорога офигенная И фосду и Гасу Еще позже Поэтому Все, пока не летаем Лишний раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok